Эй, Станк! Если вдруг со мной что-то случится, дай моей бывшей. Всем привет! Не могу назвать себя стариком как геймером, но всё-таки я ещё помню ту первую медаль за отвагу, которая по сути и сродила в жанре шутеров исторический сеттинг. Но давайте обо всём по порядку. Это видео из непостоянной рубрики Эволюции и сегодня по игре Medal of Honor. Приятного просмотра! Первая игра вышла в 1999 году эксклюзивно на консоли от компании Sony PlayStation 1. Но разрабатываться игра начала ещё в 1997, когда вовсю шла работа над фильмом с пастеридового Райана. И режиссёром как фильма, так и игры выступил Стивен Спилберг, который предложил идею создания исторического шутера с завораживающим сценарием. По сути, если бы не он, то такой игры бы и не было, как не было бы и Call of Duty или Battlefield, ну, по крайней мере, такими, как мы их знаем. Ведь кто ещё помнит те первые части этих двух гигантов, то может вспомнить, что сеттинг у них был такой же, про Вторую мировую войну. Кстати, ссылки на эволюции по Call of Duty и Battlefield я оставлю в описании, если интересно, заходите и смотрите. Первая медаль за отвагу выглядела в то время просто сногсшибательно. Никакая другая игра не могла показать такую картинку. И это всё благодаря разработчикам, которые на то время сделали просто нечто невозможное. Игра с самого начала позиционировалась не как развлекательный шутер на пару часиков красивого геймплея, а как историческая игра с возможностью принятия участия в реальных сражениях. И главной задачей ставила обучение молодого поколения. Но всё же, так как игра старалась походить на дорогой голливудский фильм, то и спецэффекты, и анимации, и сценарии, всё было на высоте. И вызывало это неподдельные эмоции. Так игра стала самым популярным шутером на то время, принеся Dream Wars Interactive 1 миллиард долларов, но вскоре была выкуплена Electronic Arts. Через год уже под руководством Electronic'а выходит сиквел под названием Medal of Honor Underground. Эта игра также вышла только на PlayStation, но спустя некоторое время игра была переиздана на Game Boy Advance. Это была всё та же медаль, за год сложно добиться каких-то масштабных изменений, но из-за покупки прав на разработку игры EA сменились и люди, работавшие над игрой, и из-за этого изменилась и сама игра. К примеру, карты стали более походить на реалистичные, появились миссии днём и пресетия дня, но и графика стала намного лучше. Заскриптованных сцен стало также больше. Это, кстати, как ни крути, стало фишкой электроников. В общем, продолжение не ударило в гре с лицом перед первой частью и стало достойным продолжением, хоть и не сыскало такого коммерческого успеха. Но зато критики и игроки не разочаровали в серии. Из-за чего спустя два года выходит Medal of Honor OLED Assault, которую разработала малоизвестная студия 2015. Она, кстати, так и называется и выпустила игру Electronic Arts. Кстати, любопытный факт. После распада студии 2015, несколько выходцев из неё основали такую компанию, как Infinity Ward. Запомните это, в будущем это пригодится. Эта игра вышла уже на персональный показ, забыв про консоли. И несмотря на то, что эту игру разработала малоизвестная компания, за плечами которой не было никакого опыта разработки игр, игра получилась на славу. Видно, что разработчики вложили в неё душу, чего стоит только окружение. Конечно, на открытой местности, среди различных городов, это не особо заметно. Но внутри здания это сразу бросается во глаза. Графика, несмотря на тот же движок, стала лучше. Также улучшения коснулись и искусственного интеллекта. Он и раньше был неплох, но сейчас обычные рядовые солдаты, увидев ваши документы, ничего не заподозрив в стелс-миссиях, когда нужно переодеваться в другую форму. А вот офицеры начнут поднимать тревогу. В игре очень много внимания отделено разным деталям, и по сути игра стала по большей части походить на шутер, нежели на голливудское кино. Но это был только маленький шаг. И как мне кажется, это пошло игре только на пользу. Возможно, мне так кажется, из-за того, что именно с этой части я и начал знакомство с этой серией игр. В этом же году выходит Medal of Honor Frontline. Разработанная и изданная уже электрониками, но только для консолей. Сюжет, как и геймплей, остался прежним. Мы, управляя солдатами американской армии, должны пройти по Европе, сражаясь с оккупантами. Графика тут также не стала намного лучше, по сути она и не изменилась. Но вот города и их наполнение стало намного лучше. Теперь города походят на города, а не просто на пустые картонные коробки. Теперь наполнение и внимание к деталям стало заметно не только внутри зданий, но и непосредственно снаружи. Также миссии стали разнообразнее, а враги умнее. Но сказать, что игра отличается от предыдущей части нельзя. По сути разработчики выпустили Alien Assault только для ПК, а Фортлайн только для консолей. В этом же году выходит Medal of Honor Alien Assault Spearhead, которая стала третьей игрой за год. По сути это самостоятельное дополнение к Alien Assault, хотя по факту это даже отдельная игра, в которой впервые появилась компания за советского солдата. Улучшилась графика, да и просто увеличился геймплей. Но всё же, так как это дополнение, то чего-то особого ждать не приходится. В 2003-м выходит ещё одно самостоятельное дополнение, Medal of Honor Alien Assault Break Trial, не знаю как это правильно читается, в общем как-то так, который включает в себя 11 разных миссий. И лично я в эти миссии не играл, поэтому особо ничего про эту игру сказать не могу. Ну а со слов тех же, кто играл, дополнение ничем не отличается от прошлого, кроме как миссиями. Следующей частью выходит Medal of Honor Rising Sun, о которой в России мало кто знает. Ведь приблизительно в это же время выходит Call of Duty от компании Infinite Warfare. Ну, те выходцы из студии 2015, о которых я просил запомнить. И ещё один любопытный факт, рабочее название Call of Duty было именно Medal of Honor Killer. Что в принципе так и получилось. Пока Medal of Honor повествует только об американских солдатах, и только в первой части затронуло советских с небольшой клюквой, Call of Duty же в свою очередь нас вниманием не обделила. И это кстати стало переломным в судьбе игры. Но вернёмся к медали. Rising Sun повествует о войне с Японией, в этой части мы будем играть за морского пехотинца, и нам придётся пережить переломный момент Второй мировой войны. Бомбардировку Перл-Харбор. После чего Америка вступила во Вторую мировую. Также в этой части впервые появился мультиплеер, который из-за малой популярности закрыли в 2006 году. Игра вышла эксклюзивно для консолей, и в странах СНГ официально в релиз так и не вышла. В этом же году выходит Medal of Honor Infiltrator. Да что же у них за названия такие? Инфильтратор, Братхаут какой-то. Неужели нельзя назвать как в Battlefield 1, 2, 3, 5 и... нормально же? Про эту игру информации в интернете так же мало, как и по прошлой части. По крайней мере в русскоязычном. И думаю не стоит говорить, что в эту часть мне так же не довелось поиграть. Связано это опять же с тем, что игру решили в СНГ не выпускать. И забегая наперёд, как мне кажется, именно это и начало губить серию. Игра вышла только на платформу Game Boy Advance, и совмещала в себе как вид от первого, так и от третьего лица. Сюжетно здесь решили велосипед не изобретать, и решили просто перекидывать игроков с самых масштабных сражений Второй Мировой. Очередной Новый Год и новая часть под названием Medal of Honor Pacifica South. И именно эта часть, как мне кажется, самая известная из этой серии. И опять разработчики решили прокатить игроков из других стран на большом-большом болте, не выпустив игру в официальный релиз нигде, кроме Америки. Конечно, оно и понятно, серия Медаль за отвагу изначально задумывалась, как исторический шутер про американских солдат. Но именно это и стало началом конца. В этом же году франшизу Call of Duty пополнило несколько самостоятельных дополнений, которые они не просто выпустили, но во всех странах ещё и нашли локализаторов для своего творения. Но всё же игра получилась неплохой. Глупо, конечно, говорить, что она похожа на Call of Duty, ведь именно как раз Call of Duty делалась по образу и подобию медали. В Pacifica South мне удалось поиграть пару лет назад, когда ей раздавали бесплатно, и честно признаться, мне игра понравилась. И это и не удивительно, ведь делали игру те же Dream Wars Interactive, только уже в составе Electronic Arts. Тут по-прежнему идёт набор самых разных миссий за всё время Второй мировой, и единственное, что их объединяет, так это рядовой томас, за который предстоит играть. А, ну и ещё интересный сюжет. Но кроме сюжета, игра отстала по времени, ведь после колды, баттлфилда и других подобных игр в Medal of Honor чувствовалась какая-то пустота. Кстати, тут также воссоздали нападение на Перо Харбора, но уже немного красочнее, и именно с этим нападением у меня ассоциируется эта часть. Игра вышла только для Windows, но из-за наличия больших конкурентов в лице батлы и колды коммерчески игра провалилась. Поэтому в следующем году игру снова выпустили только на консоли под названием Medal of Honor Европа Носаут. В общем, это та же медаль за отвагу, только уже европейская, ну разве что немного уступающая в графике, но с узнавающимся всем фанатам геймплеями звёздами над головой. Основное отличие, теперь мы снова воюем с немцами, а не с японцами. Игра пуповела в сюжете, и теперь хоть мы по-прежнему перемещаемся с локации на локацию, выполняя разные миссии сюжетно, они слабо связаны. Игру можно похвалить разве что за поля сражений, тут они мало того, что выглядят реалистично, так ещё и блещут разнообразие. Оценки у этой игры спорные, где-то 7 из 10, где-то 6, а где-то даже 5. Всё это из-за того, что игра только пыталась походить на те старые части медали, но по факту ею не являлась. Безудержный конфликт не утихал, и в 2006 году вышла Medal of Honor Heroes. Эдакая портативка для PlayStation Partable, или же по-другому PSP. Впервые нам было доступно сыграть за трёх персонажей, которые, кстати, были известны фанатам по ранее уже вышедшим играм. И по факту Heroes дополняла их истории, и рассказывала, что произошло с нашими персонажами далее. Кстати, ещё один интересный фактор, она через год когда-то также посетила PSP. На PlayStation Partable игр тогда было не так уж и много, точнее игры-то были, но, к сожалению, среди них найти было хорошую сложно. В общем, так как эта часть вышла только в Америке и Европе, к русскому пользователю она попадала нечасто, поэтому и популярности особо не соскала. Но всё же в 2006 году это был лучший шутер на PSP по мнению IGM. Вот спустя выходит Medal of Honor Vanguard. На всё ту же консоль PlayStation и уже на платформу Wii. Игры для разных консолей по факту были одинаковыми и отличались только управлением. На этот раз игра получилась одной из худших за всё время, с чем это связано, конечно, сказать сложно. Возможно из-за попытки сделать игру на две разные платформы одинаковыми, возможно из-за того, что большой упор делался на мультиплеер, а возможно из-за того, что основа основ этой игры, а то есть сюжет одиночной кампании, отошёл на второй план. Как бы то ни было, и фанаты, и критики сошлись во мнениях, что это даже не твёрдый среднечёк, а полный провал. И в основном отзывы были отрицательны. Но немного погодя, в этом же году выходит одна из лучших частей, по моему мнению, Medal of Honor Airborne. Как говорится, те, кто не падал, не взлетит. После, откровенно говоря, нескольких провальных частей, серия наконец-то показала, что не всё ещё потеряно, но фанаты были уже не так добры, как и критики. Игра полностью была посвящена воздушным десантникам, что и привнесло новый геймплей в серию, а именно прыжки с парашютом. Причём, что лично меня поразило на то время, да и поражает сейчас, это были не какие-то скрипты, как в многих нынешних шутерах, а действительно управляемый полёт с приземлением. Ещё до PUBG. Сюжетно, конечно, игру никак не сравнить с первыми частями, но видно, что разработчики пытались, и действительно иногда бывают проскакивают стоящие катсцены. Графика стала намного лучше, а уровней заметно больше. Но вот с миссиями решили не экспериментировать, и сделали из них не сплошной сюжет, а наоборот разные задачи, которые между собой хоть и переплетаются, но очень слабо. В общем, по сравнению с прошлыми неудачными частями, это, конечно, был шедевр, но с другими шутерами, выходившими в то время, уже и нет. И всё это уже было в той же Call of Duty. За неимением множества годных игр на PSP, Heroes неплохо зашла и подняла кеш разработчикам, за что они решили выпустить второй Medal of Honor Heroes 2. В этот раз этот эксклюзив вышел ещё и на VE, и вышла эта часть также официально только в Европе. Игра представляла из себя наборы 7 миссий, где игроки в руле американского солдата сражаются с немцами. Не знаю, как вам, а лично мне надоело про каждую часть писать одно и то же. К примеру, разработчики из Infinite Warfare это поняли и выпустили Modern Warfare, которая стала культовой. А разработчики из Electronic Arts, поняв, что не могут конкурировать, ушли на долгий покой, заморозив проект до 2010 года. Когда они вернулись, выпустили Medal of Honor, которая стала переосмыслением и полным перезапуском всей серии, и развернула свои действия уже в относительно недалёком времени. На этот раз игру разрабатывала две компании, которые, кстати, не относятся к Electronic Arts, за однопользовательский режим отвечала компания Danger Close Game, а за многопользовательский режим DICE. Историю опять стараются подать как очередной сюжет какого-то фильма, и в этом явно помогает новый движок Unreal Engine 3 версии, который дал игре графику на уровне других шутеров тех годов, физику и прочее. Кстати, коль уж мы решили сравнивать тигру с другими шутерами, то стрельба тут так же на уровне, как и звуки и прочее. Геймплейная игра также не претерпела изменений, это всё тот же коридорный шутер с кучей красочных заскриптованных сцен. Игра явно боролась за выживание с большинством популярных шутеров тех годов, и в глаза игроков бросилась как нечто новое, но в то же время со старым названием. Что собственно и привело к оценкам на разных сайтах в районе 7 из 10. Лично же мне игра понравилась. Да, конечно здесь мало того за что полюбили эту серию, но и плохим шутером назвать нельзя. В принципе у меня как и у остальных попутались немного мысли, и критиковать я эту игру как впрочем и нахваливать не буду, а вы же можете написать своё мнение в комментариях. И ещё спустя 2 года выходит Medal of Honor Warfighter, и эта игра просто берёт всё то что было в прошлой части и умножает всё раза так в 2. Графика стала намного лучше, и в такой игре это многого значит, ведь принимать участие в практически голливудском фильме намного приятнее с красивой графикой. В общем сочетание всего в игре стало намного лучше, как и сама в принципе игра, ведь по факту она таково и есть, относительно конечно первой части перезапуска. Разработчики просто решили не придумывать велосипед, и увеличили всё что понравилось игрокам. Но вторая часть настигла та же участь, что и большинство конвейерных игр, а именно исчерпание идей. И вторая часть хоть и стала больше и лучше первой, но ничего нового не привносила. Ну кроме сюжета конечно, но как показала практика, на одном сюжете в шутерах далеко не уедешь. В общем игроками и критиками игра была встречена довольно таки лояльно, но как сообщают финансовые аналитики продажи Warfighter, крайне низкие. Из-за чего проект было решено закрыть во второй раз, отдав предпочтение другому, более популярному в то время онлайн шутеру. Итак, давайте же подведём итоги. Хоть я конечно в таких видео ничего никогда не подытоживаю, но всё же хочется подсуммировать, что погубило серию некогда великого шутера. Первое и самое главное, как мне кажется, это конвейерность. Разработчики просто не могли сделать нечто новое и интересное за столь короткий промежуток времени. Если кто-то в пример будет приводить колду, которая выходила каждый год, то для этого у издателей была куча студий разработчиков, которые было наверное более 10 по всей планете. Второе это узконаправленность. В то время когда у медали была только американская компания, у колдей была советская, американская и иногда даже других стран и без клюхвы. Ну и конечно же, пока Call of Duty выпускали по всему миру, электроники решили устремить свой взор на Америку, Европу, а иногда ещё и на Японию. Третье это однобразие, как я уже говорил ранее. По сути каждую часть, за исключением некоторых, можно описать одинаковыми терминами. И разработчики из Infinite Warfare это поняли и начали выпускать игры с сюжетом в наше время, в то время как медаль уже задыхалась и разработчики пытались выдавить из неё последнее, что только можно. Ну и наконец-то четвёртое, так это большая конкуренция в лице Call of Duty или же Battlefield. Начала Моделав Хонор довольно-таки бодро, зародив исторический шутер как таковой, и на который равнялись более младшие игры. А после компания была выкуплена медиагигантом, для которой деньги были важнее. Надеюсь видео вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если ещё не подписаны, и если не трудно, порекомендуйте это видео своим друзьям, это очень помогает развитию канала. Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца, хороших вам игр и до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok